Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас торговая сессия пятницы. Закрываем эту пятидневку весьма активную, волатильную. Сами прекрасно видели, что движуха сейчас идет буквально по всем активам. Если посмотрим, честно говоря, фондовый рынок, там тоже очень интересная волатильность и соответствующее движение. Начнем традиционно, давайте, с динамики российской валюты и нефти. Текущие котировки находятся у нас в районе 57. Думаю, что в ближайшее время сможем коснуться ближайшего, мощнейшего сопротивления 57. Может быть, это сегодня будет только началом, поскольку мы видим, что рубль продолжает находиться под серьезным фундаментальным прессом. Наша цель была 55. Оказалось, что выполнили мы ее, даже перевыполнили по итогам вчерашней торговой сессии. В принципе, уже вчера пара оказалась и закрыла день выше 55 против доллара. Сегодня мы видим, что этот прессинг сохраняется и на самом деле не ясно, куда он сможет привести ее к окончанию сегодняшних торгов. Поскольку прошлая цель выполнена, поскольку повторный анализ фундаментальной картины позволяет нам сделать ставку на то, что рубль и дальше будет испытывать давление со стороны всех тех же факторов, которые мы вчера с вами очень подробно проанализировали, Поэтому в качестве ближайшей цели можно поставить уровень 59. Не будем касаться 60, потому что это уже совсем крутовато. Может быть, даже осознание того, что нужно переваривать даже текущий виток девальвации, станет препятствием для движения пары к этому уровню. Но 59 мы вполне можем увидеть. Теперь, что касается ключевых факторов. Прежде всего, смотрим за нефтью, потому что сегодня у нас важнейшее решение, которое мы ждем уже полгода. После последнего заседания ОПЕК прошло ровно столько. Заседание ОПЕК продолжается третий день и сегодня судьбоносное решение о квоте дневной выработки. На текущем моменте эта квота составляет 30 миллионов баррелей. И учитывая, опять же, классическую математику, к которой мы прибегали в последние дни, есть основания полагать, что, по крайней мере, квота либо останется на прежнем уровне, а может быть, даже еще и увеличится. Есть ли дополнительные новостные комментарии со стороны ОПЕК? Я думаю, что в качестве интересных нюансов, инфоповодов можно отметить еще непосредственное заявление нефтяного картеля о том, что они ожидают в ближайшее время снижение спроса на энергоресурсы. Они будут сохранять, по-прежнему отстаивать свою долю на рынке. И значит, в принципе, это готовит нас уже к конкретному решению о том, что увидим как минимум 30 миллионов баррелей. Что касается, скажем, других ожиданий, других фундаментальных причин и вообще факторов, которые объясняет поведение энергоресурсов. Я думаю, что нам нужно продолжать руководствоваться ключевым подходом к перспективам нефти. И этот ключевой подход упирается в избыточность, чрезмерность предложения на мировом рынке. Поэтому, учитывая заявление о возможном продолжении снижения спроса, разумеется, эта избыточность будет выступать серьезным фактором, опять же, стратегической и позиционной разгрузки. Наша цель 60, текущие актуальные котировки по Brent, 61 с небольшим. Поэтому можно даже забегать вперед, забежать вперед и уже анонсировать возможные решения ОПЕК. И я думаю, что каким бы, в принципе, оно ни было, мы сможем коснуться этой мощной поддержки в районе 60 долларов за баррель по нефти Brent. Что касается отдачи рубля, то понятное дело, что такая тенденция ценовая будет выступать еще одним фактором давления и на рубль. Но есть еще более, мне кажется, определяющий фактор сейчас для движения российской валюты, а именно для ее разгрузки. Это, конечно же, эскалация напряженности на юго-востоке Украины. Мы с вами также вчера об этом говорили, что реально произошел срыв минских договоренностей. По сути, дорожная карта уже не исполняется. Сейчас поднимают вопросы снова об экстренном собрании, обсуждение выхода, нахождение выхода из сложившейся ситуации, потому что это сейчас жизненно необходимо. Разумеется, эту ситуацию нужно решить, эту проблему нужно также решить. И в целом, я думаю, что как раз факт роста напряженности может выступать еще одной предпосылкой для усиления международного давления на российскую экономику. Вспомним 2014 год, именно как раз такой подход, такая позиция Запада в отношении России и, по сути, спровоцировала кризис в российской экономике и существенно разгрузила как российский фондовый сектор, так и российскую валюту. Сейчас геополитические риски и премия за геополитические риски традиционно снова закладываются в динамику рубля. И мы на фоне, скажем, острой ситуации на юго-востоке Украины также используем сейчас этот фактор для еще большего давления на позиции российского актива. И еще хотел сказать вам пару слов по поводу позиции Центрального банка касательно ихней инициативы покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов. Вчерашний комментарий Набиулины. Этот интервентный подход будет сохраняться, наверное, еще в течение нескольких лет, поскольку цель для Центрального банка повысить золотовалютные резервы, разогнать их до 500 миллиардов долларов. Еще очень много, на самом деле, до этой планки, потому что, если мы посмотрим вчерашнюю статистику, обновленную по российским запасникам и резервникам, то сможем увидеть, что ЗВР России даже сократились немножко по итогам прошлого месяца с 360 до 350 с небольшим. Поэтому сейчас, если Центральный банк действительно преследует цель не оказать соответствующее влияние на поведение рубля, а увеличить именно золотовалютные резервы, то этот подход будет сохраняться. А если Центральный банк и дальше будет проводить валютные интервенции, связанные с покупкой иностранной валюты, даже в рамках прежнего объявленного диапазона от 100 до 200 миллионов долларов, значит, традиционно, позиционно и долгосрочно это фактор, конечно же, давления для рубля. Поэтому давайте поставим, точнее, снова вернемся к нашей цели по российской валюте против доллара. 55 уже все в прошлом, прошли это значение, следующий ориентир 59. Вот туда пока и смотрим. Идем дальше. Европейская валюта. Откройте графики, посмотрите. Вторник, среда, в принципе, это было самое настоящее обычное ралли для европейской валюты. Вчера по итогам торговой сессии уже, учитывая те результаты, которые показала пара евро-доллара за сутки, эта ралли приостановилась, была сформирована очень неплохая снова разворотная свеча, которую мы не так давно видели по паре USDCAD. Технически это свеча, которая может указывать на коррекцию пары евро-доллара. Цели сейчас можно посмотреть даже на уровнях ближайшей поддержки. Что касается фундаментальной картины, что же стало причиной, из-за которой пара евро-доллара вчера с локального максимума, который был зафиксирован в районе 1,1379, скатилась практически на 100 пунктов. Здесь снова стоит вернуться к греческому вопросу. Вы знаете то, что тройка кредиторов, может быть, испытывая ответственность за сохранение порядка в мировой экономике, осознала, что лучше не допускать кризиса, связанного с возможностью технического дефолта и потенциального выхода Греции из состава валютного блока. Проявили инициативу, гибкость, предложили новый сценарий нахождения компромисса, соглашения, оформили этот документ и предоставили греческому правительству. Но, судя по реакции Греции, этот документ не такой уж и простой в реализации. И неопределенность по решению этого вопроса сохраняется, потому что уже, исходя из позиции греков, есть разногласия, которые будут и дальше оттягивать возможность достижения этого соглашения. Пока, конечно же, не ясно, что же стало камнем преткновения. Думаю, что в ближайшее время мы об этом узнаем. Но факт тот, что соглашение, которое участники рынка расценивали как реальный прогресс, позитив в разрешении этого вопроса, по сути, снова, скажем, документ, который не 100% предвещает нахождение выхода из этой сложившейся ситуации. И, скажем, из breaking news. Последнее сообщение, я думаю, что, может быть, кто-то из вас уже прочитал это, то, что Греция сегодня не выплатит долг Международному валютному фонду. 300 миллионов евро – это платеж, который будет отсрочен, потому что нет денег. Кроме того, Греция сообщила о том, что они даже не приедут в Брюссель для того, чтобы обсуждать этот вопрос. Это комментарий премьер-министра Ципроса Греции. Поэтому, следовательно, можно прям сразу коснуться других комментариев уже со стороны МВФ и ЦБ, которые отметили, что такая позиция Греции, разумеется, сейчас является серьезным негативным фактором, усложняет вообще процесс нахождения компромисса, и теперь его найти будет очень сложно, потому что даже несмотря на встречные шаги, которые сейчас демонстрировала «тройка», Греция по-прежнему закрыта для вот этого диалога и находит те самые аспекты, может быть, какие-то дополнительные положения в документе, которые не позволяют в итоге им ответить таким же встречным предложением и все-таки принятие этих условий соглашения, необходимых для разблокирования финансовой помощи. Поэтому, ребята, Греция, которую мы с вами долго обсуждали, сейчас уже по факту можно говорить, снова вопрос нерешенный, снова вопрос серьезного перспективного потенциального давления для главного валютного риска, и в любой момент, в принципе, эта ситуация может оказаться серьезным фактором разгрузки для позиции евро-доллара и для европейской валюты. Учитывая то, что мы уже видели, как эта ситуация может бить по позициям главного валютного риска, я думаю, что в случае усугубления ситуации, оттягивания потенциального нахождения компромисса, евро-доллар будет также находиться под давлением. Что касается другого новостного фона, тут также стоит отметить еще поведение европейского долгового рынка, а именно динамику немецких десятилеток. Если мы посмотрим вчерашнюю торговую сессию, то пока на рынке не появились вот эти негативные новости, десятилетки немецкие росли, и мы достигли, в принципе, сентябрьского максимума, поскольку доходность была зафиксирована на уровне практически 1%. Однако после того, как на рынке появился этот негатив, доходность скорректировалась, существенно просела и также потащила за собой европейскую валюту. Поэтому сегодня у нас в целом по-прежнему евро остается под серьезным фундаментальным прессингом текущей актуальной котировки, ребят. На каком уровне евро-доллар? 1.12.45. 1.12.45. Сегодня динамика будет определяться уже, скорее всего, американской валютой, потому что сегодня самый важный отчет по состоянию американского рынка труда – Non-Farm Perils. Поэтому давайте плавно переходить на перспективы доллара и японской иены и посмотрим на то, с каким арсеналом и фундаментальным вооружением мы подходим к этому отчету. ЭДП хороший? Хороший. Ожидали 200 тысяч, по факту 201 тысяча новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Вчерашние пособия по безработице – снова хорошие отчеты. Не просто хорошие, а самые лучшие за последние 14 лет. Поэтому, в принципе, что касается рынка труда, достаточно оснований, позволяющих нам проецировать эти позитивные ожидания уже на сегодняшний отчет и делать ставку на то, что и Non-Farm Perils также не разочарует трейлеров. Если сегодня мы снова увидим повторение позитивной динамики от ЭДП, значит, в принципе, у доллара будут все основания для того, чтобы продолжить против иены восходящее движение и достигнуть нашей цели в районе 125. По крайней мере, фундаментальная картина явно к этому располагает. Что касается других активов, пару слов хочу сказать про фунт. Вчера довольно-таки интересный торговый день был фундаментально для британца, поскольку вчера Банк Англии пересмотрел параметры, ключевые параметры денежно-кредитной политики. Ставка на прежнем уровне 0,5%, объем выкупа активов также на прежнем уровне 375 миллиардов фунтов. Что касается реакции фунта, то мы видели локальный рост. Может быть, это было связано с тем, что на позиции британской валюты повлияли комментарии руководителя Банка Англии Карни о том, что они планируют перейти к постепенному повышению процентной ставки к концу 2016 года. Но Карни снова забыл об очень важном моменте, который, в принципе, является определяющим для подобного рода решений. Это, конечно же, ситуация с инфляцией. Вы прекрасно знаете, я надеюсь, помните, что последний показатель по инфляции в Англии зафиксировал то, что инфляция не просто продолжила снижаться, она уже оказалась в дефляционной зоне. Это минимум за последние 60 лет. Поэтому для того, чтобы смело делать ставку на возможный рост процентной ставки, стоит, по крайней мере, дождаться позитивной динамики в индексе потребительских цен, но оснований для этого пока что нет. И с учетом текущего фундаментального фона, опять же, текущих ожиданий, я думаю, что британец будет и дальше испытывать фундаментальное давление, а в качестве цели может обозначить для себя коррекцию в район 1,51. И еще, OutUSD, австралийцы против доллара, также откройте графики, посмотрите вчерашнюю торговую сессию. Несмотря на хорошие данные по ВВП, мы с вами оценили более объемно текущий фундаментальный фон и нашли множество причин, указывающих на то, что австралийцы по-прежнему переоценен. Австралийцы по-прежнему все-таки имеют проблемы национального характера, поскольку мы фиксируем в плане статистики постоянное сокращение капиталовложения, мы фиксируем серьезную слабость на рынке труда, серьезную слабость касательно потребительской активности, мы знаем то, что цены на сырьевые товары снижаются, мы знаем, что актуальные проблемы характерны и для Китая, Китай – это основной статистический партнер Австралии. И вчера еще хочу обратить ваше внимание на слабые родичные продажи и рекордный дефицит торгового баланса. Поэтому еще два фактора, которые позволяют нам смело продавать австралийца в качестве ближайшей цели. Мы с вами говорили об уровне 0.75, и вчерашняя торговая сессия подтвердила тот факт, что OutUSD планомерно, последовательно спускается как раз к этому рубежу. Ясно? Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Еще раз с пятницей ждем Non-Farm Pearls сегодня в 15.30 по московскому времени. Оставляйте ваши вопросы на нашем официальном канале Амаркетса, и следует оставлять их под видеоокном. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok